Потом собаку снять, потом и зену. Ну, значит, начну с Рухи Хамон. Первый раз я, по-моему, увидела её, когда была на выборах в Дома Сприведливости в Хайфе. Какой год? Это было. Это был 93-й и какой-то... По-моему, 93-й. Это был 93-й. Подожди, 93-й. Это был 93-й. 93-й. Да, это был 93-й год. Или нет. Ну, не помню. Сначала она приезжала в Москву, потом были выборы, или наоборот. Сейчас я не могу это вспомнить. Но она на меня произвела... Ты была в собрании? Да, я была в собрании. Ты участвовала в подготовке её приезда. Да, я была участвовала в подготовке её приезда. И в Москве наняли Дом дружбы в центре Москвы на Арбате. Вот очень красивое здание с шикарным залом. И пригласили очень много людей. Причём Бахаи был меньше, а в основном были люди самые разные. Знакомые знакомых, и какие-то журналисты в большом количестве. И, ну, просто даже такого скопления я не помню. В такой публике достаточно представительный. И когда она вышла на сцену и начала что-то говорить, вот, удивило её... Ну, удивило её величество. То есть она говорила резко, она говорила так, давая понять, что она знает какие-то истины, и они неоспоримы. Но если, скажем, кто-то другой говорил бы, ну, вот, мне кажется, на людей бы это давило. Ну, потому что когда кто-то тебе что-то говорит неоспоримое, а у каждого, предположительно, собравшие какие-то свои взгляды и свой духовный путь, и кто-то вдруг заявляет чётко, резко, так отрывисто, ну, он нас переводчиком говорил, что вы, ну, например, в таком-то стиле, ну, в таком-то году Баха-Алла принёс своё откровение, вы ещё не знаете об этом. Если вы не знаете, то вам надо срочно бросать себе свои дела и узнать об этом. Потому что жить и не знать об этом сейчас, это... И вот так вот просто, ну, люди и люди... Ну, мне была интересна реакция людей, потому что люди это как-то воспринимали. Возможно, потому что она из святой семьи, но вот как бы и вот этот дух с её уходом, ну, вот как бы святая семья на ней закрылась, она последняя, но она не прямой потомок, но, тем не менее, жена Шуги Фенди, и вот она неоспоримые вещи говорила, они казались очень убедительными, вот. А потом мы просто спросили, что она заканчивала. После всего того, что она наговорила, она говорила очень много, и она сказала, у меня образование маленькое, и я... детский сад, только детский сад. Это была неправда, потому что она там, ну, получила образование, и как бы у неё очень развитый человек во всех отношениях, но она это ответила таким тоном, что больше вопросов не последовало. Ну, ей показалось обидным, почему после того, что она сказала, кого-то заинтересовало её образование, что дело было совсем не в образовании, а в образовании души, которая откликается или не откликается на то, что Бог являет в настоящее время. Ну, кто-то вот заткнулся сразу. Короче, больше вопросов не возникло. И вот эта атмосфера, вот этого величества духа, такого неоспоримого царила на этой встрече. Я такого больше никогда не видела. Ну, были разные вопросы, что-то люди задавали, но она с таким достоинством отвечала, показывая такую широту и величество и неоспоримость этой религии, что люди, мне кажется, в этот момент, по крайней мере, были убеждены, не знаю, что было дальше. Но, по крайней мере, Олесина сестра, она и не была быха, и сейчас она не быха, и вообще далека от религии. Она сказала, что... Она до сих пор вспоминает об этом, что что-то такое с ней произошло, чтобы после этого она не хотела идти домой, пошла гулять по Арбату, не хотела идти домой в свои будни, не хотела это расплескать каким-то образом. Вот так. Потом обсуждали. Ну, потом обсуждали, да. Ну, как бы... В семье. В семье. Ну, да, вспоминали в семье об этом. Но она написала «Тайну жизни», ну, это книга известная. И это, кстати, книга, ну, вот, например, очень многих людей я встречала, на которых она оставляет такой отпечаток. Вот она также написана в таком стиле, неоспоримого такого, ну, вот, руководства и очень всё, ну, немножко такая рисковатая, что ли, язык её, вот, такой. Но когда ты видишь вживую, то эта книга воспринимается совсем по-другому, чем если бы, например, я читала эту книгу, но не зная, ну, других она. Ну, просто она, ей было странно, вообще ей странно, что люди, зрелые, которые получили образование, которые умеют читать, которые не задают себе определённых вопросов, ну, как это так, ну, почему, ну, если вы, ну, вот, в современном мире живёте, почему у вас не возникает вопросов, почему столько религий? И почему у вас не возникает вопросов, почему люди не могут найти какую-то общую схему общения с друг другом? И если это уже есть, тем более это настолько... Я объяснила, как она. Вот она так говорила. Если это уже есть, это схема. Не отвечать, не интересоваться, иметь своё какое-то мнение человеческое, невежественно ограниченное по сравнению с этими истинами, это просто проявляет, просто животное невежество и, ну, вот, как бы жить в полном неведении и так далее. Ну, она, это я говорю как-то, но она это говорила именно вот, а как отрезал? Резко. Резко. Очень резко. В принципе, от другого человека даже это и не воспримешь. Ну, вот я... в чём уникальность? Когда говорила это она, как-то это всё нормально воспринималось и казалось действительно как-то так. Ну, это что касается её, это моё какое-то от неё чувство. А что касается Олега Баро-Фрутана, то я помню такой момент, его привёз Марк. Ну, собственно, он проехался по Европе, вот в последний раз, и заехал в Россию, я так поняла. И вот в России за его организацию его приезда встречал Марк. Ну, и в Москве нужно было организовать ряд встречи с друзьями, и он предложил организовать встречи с Фурутаном в моей квартире. Вот как раз чертана в этой квартире сестры. Это маленькая, малогабаритная, двухкомнатная квартира. Это намного меньше, чем ваша. Ну, совсем такая. Вот. И мы пригласили очень многих людей. Она набилась, она набилась вообще, да, полностью. Вот, я помню, там места не было, и вот он привёз. И Фурутан ездил с дочерью ещё. С дочкой и вот с Марком. Ну, уже он совсем старенький. И он пошёл, сел за стол, и как-то так… Было очень странное ощущение. Такое странное, как будто я находилась не в своей квартире. Ну, как-то так. Вот. Хотя у меня и были встречи, людей много набивалось. Ну, какой-то такой вот пиетет, вот какой-то духовный учитель, гуру. Вдруг. Но Марк, он всё-таки проще. Я его так не воспринимала, ну, может быть, с такой дистанцией. И он в основном говорил один. Вот таким монологом. Он же знал прекрасно русский язык. Он учился в университете в России, поэтому переводчиков не понадобилось. Он… Собрались люди и бахаи, и не бахаи, но он говорил одинаково. Ну, просто рассказывал об основных принципах. Он говорил о том, что он объездил очень много стран, и везде люди одинаковые, и везде им не хватает любви. А эта религия, она несёт очень много любви. И поэтому… Ну, это совсем не тот стиль, которым она говорила, Рухихану. То есть он очень мягко и очень, как бы, ну, вот долго так вот, очень так вот, последовательно. Особо не задавая вопрос окружающим просто, от него веяло спокойствием и таким вот… Очень умиротворённый, благословенный старость была у этого человека, потому что, конечно, люди слушали вот… Все, ну, кто что-то… Ну, кто просто пришёл первый раз, он, конечно, не мог это почистить, но вот бахаи, которые уже как бы давно они понимали, что им это надо запомнить. Вопросы задавали ему? Вопросы какие-то задавали, но он по своей схеме. Ну, вот он говорил и говорил то, что… Он тогда написал книгу «Отцы, мать и дети». Ну, книга о воспитании бахаи, школу, по и вот этому. И её издали на русском языке, издательство «Прогресс». Ну, тоже в других странах она была издана. И он говорил всем, что эта книга должна быть как можно больше распространена и что нужно делать всё возможное, чтобы людям рассказывать о ней, внедрять её в школы и так далее, и так далее. То есть он много очень говорил об этой книге, что всё зависит от детей и бессмысленно взрослых уже менять. Взрослых меняют тяжело и долго, вот, и надо вкладываться в детей. И вот у него была вот эта книга, которая как бы… Это очень хорошая книга, но она… И действительно она может кому-то помочь и многим, но уже выходить, наверное. Но она пропитана духом именно религиозным. То есть как бы… Но он… Удивительно то, что и он, и она вот эти люди… Чем они отличаются от нас? Тем, что для них всё неоспоримо. Как будто они живут в другом мире. А мы как будто… Ну, вот я, ну да, другие говорят, я живу в другом мире. И мне сложно представить, как я вот этому соседу о чём-то говорю. Вот у него двое детей маленьких. И предлагаю ему эту книгу. И вообще говорю ему, что я бахаи и всё. Потому что этот человек, который просто с ним вообще невозможно… Ну, ну, кто-то выпивает из соседей, кто-то… Ну, просто невозможно… Ну, они с семьей так разговаривали, что ли? Они разговаривали, как будто вот они… Они разговаривали так, как будто все люди живут в какой-то такой… Ну, вот… Ну, воспринимая так мир, что всем можно рассказывать. И всем можно… Ну, всем нужна эта книга. И если она у меня есть, и у кого-то маленькая, дети… Я как бахаи должна взять эту книгу и искать. Вот эта книга, она написана… Она научит вас тому, как воспитать детей в духе любви к Богу. Неужели вам это не нужно воспитать детей? Понимаешь? Ну, у нас сосы совсем другое. У нас просто, ну, в лучшем случае, в основном люди там поведут в какую-то воскресную школу. Ну, там, я не знаю. это невозможно представить. Я до сих пор так не могу. Мне не то, что я боюсь и стыдно, и подумать, что я там… Ну, просто я не могу вот так вот делать. У меня не хватает духа. Они отличались тем, что у них была огромная сила духа, неоспоримого духа. Это была реальность, вот их существование, вот выделенные им отрезы времени, а все остальное им казалось, то, что люди делают, это, ну, как бы… Вот что в них и поражало. Резонанс после встречи. Резонанс после встречи… Резонанс после встречи такой… Резонанс после встречи… Ну, понимаешь, как эти все люди, они, может быть, и многие из них пришли и ушли, я их вообще больше не видела. Ну, то есть мы приглашали всех подряд. То есть очень сложно проследить резонанс, но вот на меня резонанс в том, что во мне… Резонанс в каком-то моем… Лично что могу говорить про свой резонанс. Когда я рядом с такими людьми и даже рядом с Марком, то я всегда чувствую, насколько я… Насколько у меня слабый дух, что я не могу жить в этом духе и быть счастливой. Ну, вот как бы… И с радостью, не боясь делиться с окружающими людьми этим. То есть всегда как-то так, ну… Ну, почему-то я не знаю, это надо именно его иметь, это не вырастешь искусственно. Ну, я не знаю, если его нет. Просто они… Они были… Руки дела Бога, они как-то жили в какой-то… Ну… Они встречали Шонги и Фенди, они жили… Их молодость прошла в тот момент, когда мир не знал о вере, и надо было отделить понимание людей, что это… Что это не секта ислам, а отдельная религия. На них была возложена огромная миссия. И они жили и горели в этой миссии каждый день своей жизни. И они так сформировались. Ну, то есть время-то уже прошло, и люди уже тоже изменились. Но они как бы… И так и продолжали жить, как… Ну, вот… Как жили в молодости. Ну, вот всегда люди уже в возрасте, они с трудом воспринимают меняющийся мир. Ну, вот их мир – это был вот эта вот огромная сила духа, вот этого какого-то задания внутреннего, по которому они жили, и они были абсолютно счастливы. Они и тот, и другой… Ну, вот и Фурутан, и Рухей Ханум, они вообще не жили на одном месте. Они ехали из страны в страну. Если что-то было… Ну, то есть они просто… Ну, настолько они горели, что просто удивительно. Я таких… Ну, конечно, может быть, если… Вот сейчас в современном мире бахаи, такие бахаи. Но мне кажется, мало и так гореть, как они… Просто… Жили, видишь, они очень долго. И мне кажется, и у того, и у другого… И у всех из них… Там еще доктор Варга, он тоже дожил до старого возраста. Была благословенная старость. Вот, например, Фурутан, он же был очень старенький, и уже, когда он не мог ездить… Уже прошли годы. И вот он жил в Хайфе со своей семьей, и каждый вечер его приводили в дом паломников. Он садился в центре, и вокруг него садились эти паломники из разных стран, разные люди, разного возраста. И он видел, как вот он всю жизнь ездил, вот, горел, и какие-то плоды уже при жизни, вот в старости. Он видел, как идут эти люди, как они его слушают, как они ему задают вопрос, как они с ним фотографируются. Ну, то есть его же все просто вот так воспринимали. И поэтому он очень долго прожил вот в таком. Ну, мне кажется, это такая награда вообще. И умер он. Ты знаешь, сколько он умер? Он умер очень интересно. Как раз у нас туда поехала на паломничество наша хорошая знакомая Таня Горец. Она из Белоруссии, Бахаи, с дочкой. Там дочкой ее стала Бахаи. Вот. И там вот, когда он приходил в дом паломников, каждый вечер устраивались молитвы на разных языках. Вот. И во время одной молитвы он умер. Просто во время молитвы. Люди помолились, он остался не держи. Представляешь, как умереть? Тихо, спокойно, в окружении. Просто удивительно. Ну, вот, какая-то у него была такая жизнь. Здесь, как бы, этих людей нельзя воспринимать их, как сказать, слабости, какие-то особенности. То есть, когда ты начинаешь об этом думать, ну, можно там много к чему придираться. Они же не боги, они просто люди или что-то. Но когда видишь, как они жили, ну, вот, как бы, вот тогда, и как они горели до самой старости, вот. Я бы хотела хоть чуть-чуть так сохранить вот этот дух какой-то. То есть, это удивительно. Ну, вот, собственно, об этом все. Хорошо. Хорошо рассказала мне.